Наш эфир продолжает программу Татьяны Минакер путешествие в новую реальность Здравствуйте Татьяна Здравствуйте, добрый день Я надеюсь, что у вас погода не хуже, чем у нас Я вчера была на пляже, великолепная, совершенно солнце, океан, плещет Все ходят по воде, замечательно Вы знаете, у нас погода на самом деле довольно странная штука Два дня назад, начиная с четверга, прошел холодный фронт Температура была очень низкая, было холодно, дул сильный ветер, дождь В общем, все мерзости погоды на нашу голову обрушились Но теперь погода восстановилась, слава богу, на пару дней Вообще-то неделя будет неплохая, а следующая опять, по-моему, дожди Ну, будем надеяться на то, что погода хотя бы будет лучше Если мы не можем исправить социальную реальность То будем надеяться, что погода хотя бы нас чем-то порадует Я как раз сегодня, поскольку мы все время говорим про экскурсии в новую реальность И я настаиваю вообще, могу вам предъявить огромное количество доказательств того Что Сан-Франциско – это будущее всей Америки Вот все, что здесь происходило 15 лет назад, происходит сегодня по всей Америке Поэтому я уже говорила, что я писала статью Сан-Франциско – это американское будущее И вот сегодня я проехалась по городу Он восстанавливается после ковида Уже я, причем, так получилось, что я проехалась как раз по этому центру Где хиппи сидят Хайт Эшбери Дистрикт – это знаменитое место Вспомнила вообще, что это такое Я давно очень там не была Уже сидят там бродяги различные, хиппи Которые болтаются по этому району Рядом с библиотекой анархо-коммунистических книг И там, так сказать, даже вьетнамские рестораны Там пытаются подстроиться под хиппи Рекламируют, что они, так сказать, хиппи там какой-то трен Но в любом случае город, так сказать, возвращается к своей ненормальной, нормальной жизни И вот я как раз хотела сегодня поговорить о той основной проблеме Которая, в общем-то, сегодня резко, конечно, отличает Сан-Франциско От всех американских городов К сожалению, они тоже начали заболевать этой страшной вообще болезнью Это, так сказать, проблема бездомных, хомлист, так называемых И я как раз хотела на эту тему поговорить Потому что, собственно говоря, именно вот Когда я приводила вам примеры Помните, мы говорили о противопоставлении Десяти заповедей и марксистского манифеста коммунистического То есть десять заповедей – это в основном слова нет Это в основном запреты Это то, что границы, которые составляют, так сказать, формы человеческого поведения Формируют, то есть отделяют плохого от хорошего Нормально от ненормального Грубо говоря, как светофор Который на дороге отделяет Можно ехать или нельзя ехать Понимаете? Вот то, что сегодня происходит в Сан-Франциско Это совершенно истерическое Уже практически доказанное И приобретенное всеми право Ехать на красный свет Во всех смыслах И, как мы уже говорили И что интересно, что это право Поддерживается властями города Я не говорю о красном свете пока Реальном красном свете Хотя я уже видела Чего раньше никогда не было Что люди проскакивают на красный свет Потому что, когда начинается Общее разложение морали и норм поведения То уже даже такие нормы поведения Которые обеспечивают безопасность Тоже разрушены Но, в принципе, на сегодняшний день Сан-Франциско – это город, где В смысле норм обычной морали и поведения Все едут на красный свет Делают, что хотят И, будем так говорить Власти города это поощряют И, конечно, для меня это катастрофа Потому что я нахожусь в туристическом бизнесе И этот город – это мой продукт Они его уничтожают Что показ красот города И, извините за выражение его истории Мне за это платят И у меня как-то были дети Из очень хорошего, дорогого пригорода Плезентон Где они там живут Гейтед комьюнити Там прекрасные дома с бассейнами Гольфовые поля Там без пропуска туда не въедешь И вдруг я их везу И они начинают истерики полной Плакать и кричать Папа, забери нас отсюда Мы не можем видеть этих страшных людей И, вы знаете, я себя совершенно почувствовала Как на экскурсии в Индии, в Бомбии Если вы помните Был такой фильм из Индии Прекрасный фильм Слам-дог-миллионер То есть собака из трущоб стала миллионером И вот этот фильм широко прошел по Америке Его очень многие видели И я хочу сказать, что Когда я попала в реальные трущобы То есть те трущобы, которые там показывали В этом фильме Это выглядело просто Как сад при университете Настолько страшны были эти трущобы То есть Бомбей Это 20-ти почти миллионный город Из него идет какая-то дикая Совершенно невероятная ширина Река нечистот И вот представьте себе Что на этих нечистотах стоят Досточки, как бы такие мостки деревянные На них стоят какие-то непонятные Что-то среднее между палатками, тентами Неизвестно чем Жилища И в них живут люди, рожают детей И не просто живут, рожают Но они еще там и работают И вы знаете, какая у них там работа Им там собирают пластиковые бутылки И они отливают из них пластиковые пули На 50-ти градусной жаре Притом, что вокруг уже жара И вот когда я увидела этот образ жизни Вы знаете, у меня взрослой тетке Началась истерика Я начала плакать и ушла Потому что я не могла эту экскурсию до конца Досидеть Мы ходили там, посмотрели И вы знаете, я вот эти дети Вероятно испытали нечто подобное Потому что разница между моим образом жизни И тем, что в Индии И их образом жизни И тем, что они увидели в Сан-Франциско Примерно такая же И, конечно, понятно, что Когда у этих детей Кто-то сделает день рождения В их семье или будет какая-то партия Естественно, все расскажут Что с детьми случилось И никто уже ко мне в Сан-Франциско Ни на какую экскурсию не поедет Это совершенно абсолютно четко Надо сказать, что Я как-то была в публичной библиотеке Где мне приходится бывать Поскольку я занимаюсь И должна готовиться к экскурсиям И вдруг Среди тишины Раздается дикий крип Вскакивает тетка черная лохматая Кричит, что я 14 дней не была в душе Тут же выскакивает социальный работник Она тут же уводит ее в угол Отдает ей футстемпы на душ Ваучеры на душ Футстемпы Все, так сказать Причитающиеся ваучеры К глазному, к зубному Там есть целый пакет И вот это все, конечно, за наш с вами счет И публичная библиотека Это место, где сегодня, наверное Ну, там, я не знаю, четверть посетителей Это бездомные Которые приходят туда Вы знаете, среди них довольно много людей Которые образованы, способны читать И они там проводят время Они пользуются туалетом Они используют туалет в публичной библиотеке Как помывочный пункт И вот это тоже одна из реальностей города Вы знаете, сегодня в Сан-Франциско Почему это катастрофа? Потому что власти города Поставили нужды бездомных Впереди нужд работающих И содержащих на свои налоги Людей этого города И более того Значит, я просто приведу вам пример Сегодня Сан-Франциско имеет Три основных статьи дохода Это, как ни смешно, банковское дело Потому что банки Это основной Ну, Сан-Франциско это город-банк Он обслуживает весь Пасифик Рим То есть все страны вокруг Тихого океана И он и был городом-банком Уже с 840-х годов Когда здесь началась золотая лихорадка В 849-м И сюда ринулись люди Скупать на разные деньги золотой песок И вот в этот момент Образовались гигантские банки В частности, по-моему, второй сегодня Это банк в Америке Волсфарго Который здесь был Сан-Франциско образован То есть Сан-Франциско это город-банк Как-то не странно И один из его первых Это первый доход Это банковская индустрия Второй доход это IT Это, так сказать Information Technology То есть у нас здесь находятся Все отделения И Гугла, и Фейсбука И у нас здесь находится Uber И здесь находится Twitter И тут все эти компании Они все здесь находятся Это, так сказать Вот эта компания Airbnb Там все компании Которые делают В общем, все, что сегодня происходит На интернете 70% этих компаний Как-то не смешно Находятся в Сан-Франциско И естественно Они платят сумасшедшие налоги Но третий доход Третий Это туризм И это тоже гигантский доход Города Потому что Сегодня в Сан-Франциско Почти все компании Уже много лет Лет, наверное, 40 Уже все компании Крупные, знаменитые Все приезжают в Сан-Франциско На конвенции У нас гигантский Вот этот Москони Центр конвенционный Названный именем Вот этого мэра Убитого гея У нас целый ряд Других центров И кроме того Невероятное количество гостиниц Весь Сан-Франциско Это гостиницы Это центр Это отели Где вот эти конференты Все размещаются Это всегда было Огромным удовольствием Для какого-нибудь там Ортопеда-врача Из Аризоны Приехать в Сан-Франциско На экскурсию Я сама их возила И знаю вообще Так сказать Всю психологию И идеи Этих конвенций Обычно Если, например Приезжает конвенция 35 тысяч Просто донтистов То это значит Что в город приехало Минимум 100 тысяч человек И для города У которого население Всего лишь Миллион Это очень значимо Во-первых Все эти донтисты Приезжают С секретаршами С женами С любовницами С детьми Не еще с кем-то И пока они Обсуждают Новые импланты То все эти люди Ходят на экскурсии Сопровождающих Ходят по ресторанам Ходят по магазинам И приносят Свои деньги Городу Пользуются Такси Пользуются Фэри Вот этими Пароходиками То есть Практически Это колоссальный доход Вы знаете Что Сан-Франциско При том что в нем Только миллион населения Официально Примерно Даже считается Чуть меньше На самом деле Никто не знает Сколько здесь населения Но при этом И вот при этом Миллионном населении В городе Бывает в год От 16 до 17 Миллионов туристов Это самое Главное Туристическое направление В Америке Сан-Франциско Если не считать Лас-Вегаса Но Лас-Вегас Мы не можем назвать Туристическим городом Потому что Туда едут И диктат Так сказать Приверженные игре Люди Они приезжают туда Раз в месяц А надо два раза в месяц Проигрывают Все уезжают Зарабатывают Едут снова Проигрывают И так далее Поэтому это не туризм А вот туризм Это конечно Сан-Франциско И вот когда Здесь в Сан-Франциско Идут конвенции Причем такие Гигантские конвенции Там как Гугл Оракл Делл Яху Еще какие-то То в Сан-Франциско Просто Все турагенты Знают Что в этот день В эти дни Нельзя туда Посылать туристов У них есть Расписание конвенций Потому что Цены на гостиницы Поднимаются в пять раз Их просто нет Я как-то Селила Туристов Которых мне Гугл прислал В мотель Секс По пятьсот долларов За ночь Во время Такой конвенции Гугла И вы знаете Почему я про это говорю Потому что сейчас Уже конвенции Сан-Франциско Начали уходить Они начали уходить Потому что Конференты Их жены Там и так Сопровождающие Они не хотят Ходить Среди агсессивных Сумасшедших Они не хотят Переступать Через лужи мочи Они не хотят Переступать Через кое-что Похуже И естественно Что Каждая такая Ушедшая конвенция Это чудовищный удар По Как ни странно Именно работающим В городе людям Потому что Сегодня официанты В ресторанах Теряют работу Вы знаете Мой младший Старший сын Начал подрабатывать В 10 классе Я сама его устроила Подрабатывать Фудранером И через него Так сказать Немножко стала понимать Ресторанный бизнес Вы знаете Что многие официанты В хороших ресторанах Они зарабатывают Больше Чем их Посетители Ну вот сейчас Я вам не буду Все эти цены Рассказывать Если там Счет в ресторане Скажем там 300 долларов Там 4 человека Партия оставляет То ему оставляют Очень часто Где-то 20% От счета Вот посчитайте Если у него Несколько столов Сколько он может Заработать за вечер Только на чаевых Вот И Это люди Которые Содержат семьи Содержат Так сказать Платят моргидж И вдруг Исчезают Посетители В ресторане Ресторан Стоит пустой Таксисты Работники Отелей Отель Стоит пустой Потому что Не приезжают Конференты Значит Там работает Огромное количество Уборщиц Клерки То есть Вы представляете Сколько человек Отель нанимает И все эти люди Теряют работу Я уже не говорю Про экскурсоводов Таких как я И про водителей Туристических автобусов Про все эти ферри И так далее И так далее То есть Вы понимаете Что происходит Что Вот это Благорасположение Властей города К бездомным А у них Абсолютно Своя Теория То есть Понимаете Я уже не говорю Что они все Смотрят На жизнь С марксистской Точки зрения Даже если Они этого Не понимают То есть Вот эта призма Марксизма Вставлена В глаз Сегодня почти Всех людей Которым Меньше 40 лет Это очень странно Вам трудно В это поверить Но я это очень хорошо Вижу Как профессиональный Марксист Понимаете То есть Они видят Все Через призму Эксплуататоров И эксплуатируемых То есть Несчастные Вот эти все Бездомные Это жертвы Эксплуататорского Капиталистического Режима То есть Они не сами Виноваты В том Что они Болтаются И курят Наркотики А вот этот Проклятый Капитализм Он их до Такой страшной Жизни довел Поэтому Никакой ответственности На них Не возлагается Более того Их принимают Как лучших Друзей Их принимают Им дают Возможность Колоться Сколько угодно Более того Им Только наркотики Уже на себя Распространение Наркотиков На себя Городские Власти Сан-Франциско Еще пока не взяли А так Они выдают Им Что-то такое Я сейчас Посмотрю цифры Я даже специально Выписала Такое количество Игл Что То есть Что называется Только Уколоться и забыться Значит Они Распространили Такое количество Игл Четыре с половиной Миллиона Шприцов В год Это представляете Это хелл департмент Распространяет Причем Там уже С витамином С Чтобы Витамин С Чтобы героин Как-то Немножко Растворять Вот И вот Вы представляете Себе Что В Сан-Франциско Установлено 17 будок Специально Чтобы люди могли Идти туда И колоться То есть Вы понимаете Люди Молодые Которые 12-10 лет Они когда Смотрят на это Они уже считают Что Наркотики И их употребление Это нормальная Часть жизни То есть Они Вы понимаете Что они Нормализовали Просто Содом и Гамору Понимаете Это нормализация Вот этого Образа жизни Совершенно Которая Сегодня Выдается За норму То что Считалось Просто Обнормальным Вообще Все годы жизни Вообще Сколько мы Друг друга знаем Сегодня В Сан-Франциско Это выдается За нормальный Образ жизни Причем Вы понимаете Все эти вопли По поводу того Что они голодные И так далее Я могу вам Сама рассказать Я подошла К человеку Который Сидел С плакатом Will work for food И у меня Было Две коробки пиццы Одну Я оставила себе Одну дала ему Он тут же У меня на глазах Выбросил ее В мусорный ящик То есть Они не голодные Им нужны деньги На наркотики Больше ничего Не нужно Некоторые Уже прямо сидят И говорят Why to lie I need money for it Зачем врать Мне нужны деньги На траву На травку Как сказать И все это Прекрасно знают И они могут Сколько угодно Они уже даже Бросили эти плакаты Will work for food Буду работать За еду Потому что Никто им не верит И они сами Уже над этим Даже не смеются Понятно Что за еду Работаю я А не они В work for food Такие люди Как я Они не работают И не хотят работать Причем Вы знаете Что Фактически Сейчас В Сан-Франциско Построено Огромное количество Домов Субсидированных Куда уже Встроены Помещения Для Сошелворкеров И Медицинских Работников Которые Занимаются Наркоманами То есть Это реально Приглашение Наркоманов И бездомных Вот таких Бродяг В город Причем Самое смешное Что Сан-Франциско Это город С самым дорогим Реал-эстейтом В Америке То есть Понимаете Фактически Что они делают Они втягивают Вот в этот город Где такой дорогой Реал-эстейт Они втягивают Бездомных Наркоманов На деньги Вот этих людей Которые Этих компаний И людей Которые здесь живут И платят налоги Вот я плачу Например За свой дом Property tax Как все платят И люди имеющие Собственность Вот я плачу С этого Все это происходит С этих В том числе Денег Но возникает вопрос Вопрос возникает У многих Откуда это все Взялось Вообще Это явление Почему оно Вот такое появилось И что Что это такое И вы знаете Я со смехом Могу только сказать Что виноваты Как всегда Опять русские Потому что Если вы помните В 80-х годах На Западе Был гигантский шум По поводу Злоупотребления Психиатрии В Советском Союзе Действительно Это было страшное Явление Я даже знаю Имя психиатра Который этим руководил Такой был Лунц Психиатр И вы знаете Ну от КГБ он работал Естественно Сюда попали Диссиденты Которых выпустили В конце концов Они проводили Пресс-конференции Они были в страшном виде С выбитыми зубами Там такой Файнберг Который участвовал В демонстрации Против вторжения В Чехословакию В общем Они описывали Эти пытки В советских Психиатрических больницах Кстати Даже Джозеф Бродский Иосиф Бродский Он тоже попал В сихушку И тоже там С ним хорошо обошлись Он говорил Что это были Самые страшные дни В его жизни И конечно Вот эта идея Злоупотребления Психиатрическими больницами Как нарушение Прав человека Очень засела В американском создании И тут бабах Выпускается Всем известный фильм One flu over the cucus nest Это пролетая Над гнездом кукушки И вы знаете Этот фильм Тоже произвел Такое впечатление Что начинается Мощнейшее Абсолютно Движение За права Психически больного человека Ну При Рейгине Это движение Захватывает Общественное сознание И вы знаете Очень много Хитрых политиков На этом движении Прорвалось к власти Как бы они его Возглавляли Поддерживали И это была Их так сказать Идея На которой они Прокатились К разным Политическим постам Но американцы Народ добрый Они Очень готовы Помогать Убогим И угнетенным И они все Изнадушно Проголосовали Против закрытия Псих больниц Вот этот момент Был совершенно Чудовищным Потому что Это совпало С тем Что в этот момент В психиатрии Начали изобретать И появились Какие-то новые Лекарства Которые В них очень верили Что они смогут Помогать Держать Психически больных На амбулаторном Лечении И вот Тут Начинается Катастрофа Я разговаривала С одним врачом Я специально У него взяла Интервью Врач-психиатр Который работал В трех тысяч На три тысячи Пациентов Больницы В Южной Калифорнии В городе Торренс И это Больница Сама по себе Это был целый город С магазинами С площадками Для отдыха В общем Это было колоссальное Совершенно Три тысячи человек Это город Понимаете И вы знаете В один прекрасный момент Эту больницу закрыли Все этих больных Выпустили И я вот у него спросила Он мне рассказал Как это все происходило И я у него спросила Вот почему это все происходит И вот что он мне ответил Что в решении проблемы С бездомными Как в решении проблемы С палестинцами Никто не заинтересован Чем больше эта проблема Раздражает общественное создание Тем больше денег На нее отпускается Бездомные Это много-многомиллионная индустрия Кормящая сотни организаций И тысячи доброжелательных бездельников Когда вот более 30 лет назад Были закрыты все эти госпиталя То выяснилось Что проблема-то не столько В психических заболеваниях Сюда еще добавляется Это такая триада Это были психические заболевания Алкоголизм и наркомания И конечно Уже совершенно четко стало ясно Что определенная группа людей Невероятно остро нуждается В госпитализации Но сегодня в Калифорнии Не хватает психиатрических коек Их совершенно гораздо меньше Чем на душу населения В Калифорнии В штате Калифорния Их гораздо меньше Чем на душу населения В Америке А добровольных психиатрических коек Совсем мало Намного меньше Чем на душу населения В Европе И вот вопрос Что в Европе Есть такие Добровольные Кризисные центры С жильем Для психически заболевших Но что самое главное Вот Чтобы люди Понимали Откуда эти все сумасшедшие На улице Что сегодня Человека нельзя Поместить В психиатрическую Врач не может Никто его не может Поместить В психиатрическую Лечебницу Пока он Представляет Пока он не представляет Опасность для себя И окружающих Даже его собственные Родственники Которые умоляют Плачут Платят Просят Помочь Ничего сделать нельзя Вот этот момент Который называется На английском Conservatorship То есть Определение Опекунства На психически больных Человеков Выдается только На 3-5 месяцев И пока человек Не в состоянии Принимать решение Даже человека Который Представляет Опасность По причине Умственного расстройства Например Его задержали При попытке Спрыгнуть с крыши Или его задержали При нападении На другого человека Все равно Его можно продержать В психолечебнице Только 72 часа А после этого Только 3 дня Сразу приходят Адвокаты По правам человека Тут же говорят ему Что он может уйти Куда хочет И вообще Его не имеют Права держать То есть Вы можете себе представить Что врач Психиатр Для того Чтобы оставить Психически больного Опасного Для себя И для окружающих Психиатрической лечебницы То есть Условно говоря Его задержать Должен Идти в суд Естественно Они никуда не идут Кому это надо И эти все больные Находятся на улице Я езжу По Сан-Франциско Особенно вечерами Вы знаете Вы себе представить Не можете Сколько раз Эти люди Практически бросались Под колеса То есть Вы знаете Я иногда Просто в инфарктном Состоянии Потому что Я иду со скоростью Даже небольшой Даже 40 миль в час И вдруг Человек Просто На широкой улице Вдруг он Прямо На какой-то Дикой Скорости С безумными Глазами Прямо Несется Наискось Просто под колеса Твоя машина Они не видят Куда они идут Зачем они идут И самое главное Когда они еще и бегут Вот это Большущая проблема Надо сказать Что Вот этот страх Поместить больного В лечебницу Останавливает От помещения В лечебницу Реально Психически Больных людей То есть Страх поместить Здорового Простите Вот из-за того Что боятся Что не дай бог Здорового поместят Они боятся Сегодня Все эти Психически больные Болтаются на улице Ну Существует Такой Mental health Act Не знаю Кто сегодня Об этом помнит Один процент Со всех миллионеров Снимают На содержание Психически больных И бездомных Но куда идут Эти деньги Пока что Мало понятно Ну Естественно Что бездомность Не решается отелями Как это сегодня Происходит В Америке Полмиллиона Бездомных Чуть-чуть больше Чем полмиллиона Сегодня Ну Учитывая население 330 миллионов В принципе Это не такая Большая цифра Но они все Кучкуются в Калифорнии Потому что здесь 24 То есть четверть из них В Сан-Франциско И в Калифорнии Находится Вот И Вот это отсутствие Возможности Для долговременной Госпитализации И невозможность Разрешения Получить Невозможность Получить разрешение На эту госпитализацию Вот это То, что держит Людей на улице И это, конечно Полная катастрофа Ну Естественно Что Смехотворно И не смешно Но вот эти Идиотские Абсолютно Либеральные Законы Я уже о них Говорила В Сан-Франциско То есть Разрешение Что называется Делать что угодно И практически Абсолютно Безнаказован Это полностью Уничтожена Моральная часть То есть Человеку Разрешается Гадить Мочиться Где хочешь Спать Где хочешь Хоть в дверях Роскошного Освещенного Магазина Хоть в дверях Дома С семьи С детьми Понимаете Вот это Отсутствие формы Отсутствие морали Это форма Общественного самоубийства Я все это Пересказываю То, что Это врач Мне говорил Вот И отсутствие Запрета на наркотики Это поощряет Наркоманов Это Так сказать Потому что Количество Этот врач Знает цифры Количество Погибших От передозировки Увеличивается Геометрически Вот Вторая проблема Как ни странно Это Те, кто живут В Калифорнии Недалеко Там, скажем Особенно Аризона Техас Недалеко От мексиканской Границы Знают эту проблему Тоже Наркотики Хлещут Через открытую Границу Потому что Сегодня Какая-нибудь Картель Торгующая Наркотиками В Мексике Имеет больше денег Чем мексиканское Правительство И Они Потому что Американцы Платят Сегодня На кокаине Половина Уолл-стрита И естественно Наркотики Эти Хлещут Через границу И через границу Еще кроме того Переходят Психически больные Нелегалы Среди нелегалов Как ни странно Очень много Психических больных Помните Вот это Убийство Было Кейт Стэнли На пирсе В Сан-Франциско Так вот Человек Который ее убил Это был Психически больной Мексиканец Вы понимаете Как легко Перейти границу Если Полограмотный Психически больной Мексиканец Сумел это сделать Шесть раз Подряд Его депортировали Он возвращался И только когда Он убил Кейт Стэнли Его арестовали И по-моему Все равно Отпустили Вот Еще одна проблема В том Что многие Штаты Десятилетиями Посылают в Калифорнию Бездомных бродяг Они покупают Автобусные билеты В одну сторону И говорят Что вот Поезжай в Сан-Франциско Там программы Там тебе помогут Там тебе все дадут Вот И Как сказал этот врач Заканчивая свое интервью Мы обслуживаем Сегодня Всю Америку Это очень Так сказать Понятно Ну Я могу сказать Что Как экскурсовод Я наблюдаю Бесконечно Это количество бездомных Это Просто армия Которая захватывает город И Пятая колонна Это наши городские власти Они преступные Сумасшедшие Управляют этими деньгами И Они В общем-то Практически Что они сделали Они Разрешили преступность Сегодня Закрываются магазины Я чуть не заплакала Я пришла в Улгрин Вы знаете Там даже сегодня Зубная паста Под замком Вы понимаете Для нас Кто приехал В честную Америку Где люди Оставляли открытые дома Открытые машины Видеть Что зубную пасту Сегодня В аптеках Закрывают под замок Потому что ее воруют А воруют Потому что Воровать можно безнаказанно Сегодня даже Мне объяснили Менеджеры В магазинах Там Я разговаривала В Нордстроме В продуктовом магазине Но в Нордстроме Вообще Там Можно До 950 долларов Если ты украл Тебя не задерживают Вот И они Говорят Менеджеры Что все Что мы можем сделать Это Этого человека Зарегистрировать Когда он приходит Второй раз У него набирается Краш больше Чем на 950 долларов Его еще может арестовать Но людей Которые торгуют Наркотиками Которые употребляют Их на людях Не то что не арестовывают Даже дилеров Наркоманов Людей которые торгуют Наркотиками Сегодня полиция Не арестовывает Это бессмысленно Их тут же Выпускают Даже Даже пароли Не дают То есть Понимаете Вот эта вседозволенность Это отсутствие Слова нет Это то что Сегодня разрушает Сан-Франциско Возвращаемся в программу Татьяна Минакер Путешествие в новую реальность И Речь шла о Сан-Франциско Вы очевидно правы То что происходит в Калифорнии Это наше будущее Это так сказать То что будет происходить В стране в целом Ну за редким исключением Какие-то отдельные штаты Отдельные города Пытаются сопротивляться Этому безумию Но по сути Вы правы К сожалению Вы знаете Тут еще один момент Интересен Что вот это Вторжение бездомных Это побочный эффект Богатства города То есть Дело в том Что здесь Когда приезжают Из других штатов Социальные работники За опытом То они потрясены Вообще Сколько денег Расходоваться И на обслуживание Бездомных И даже на зарплаты Тем Кто их обслуживает Я честно говоря Просто знаю Как человек Сдававший квартиру У меня жили Там дамы Которые В этом шелтере Работали директором Но я уже не говорю Что там Это было еще лет 15 назад Там зарплата Была где-то 96 тысяч Я имела право Посмотреть документы Как ленд леди И значит Раньше Чем В 6 Никогда в жизни Она не уходила На работу Раньше чем в 11 И никогда не приходила Домой Позже чем в 6 То есть Как там можно определить Что человек делает И как он работает Это вообще Все вот эти Нон профит организации Большинство из них Это люди Совершенно С повернутыми мозгами У них нет Никакого реального Сцепления Никакого сцепления С реальностью Нет Поэтому они такие левые Что левее их Только библиотекари Тоже люди Абсолютно не имеющие Сцепления с реальностью Живущие в ображаемом мире Книжном Понимаете То есть Это очень большая проблема И у нас только Отдел по бездомности Содержит Огромную В Сан-Франциско Толпу сотрудников Это видно по автомобилям С марками Департментов Хомлес Которые ездят По Сан-Франциско Там в основном Негритянки работают Совершенно с обезумевшими глазами Они вообще не понимают По-моему Они сами накуренные Они вообще не понимают Что они делают Зачем их туда вообще взяли По ферматефэкшн Как вы понимаете Потому что Надо же показать Что вы черных нанимаете А в Сан-Франциско Их не так трудно найти Потому что у нас 50% населения китайцы Меньше 5% населения черных И в этой ситуации Там где живут азиаты Черные не выживают Потому что Они вообще не конкурентоспособны Рядом с азиатами Которые работают На трех работах И спят Спят в транспорте Понимаете Черные спят на работе Обычно В лучшем случае Но я не хочу быть Совсем уже расисткой Но просто Наблюдала разницу Вот И хотела бы сказать Что сегодня затраты На одного бездомного В Сан-Франциско 74 тысячи в год То есть Это практически Реально Это доход семьи Во многих штатах Ну если он уже Может быть действительно Правые жители города Потому что сегодня 74 тысячи в год Это идет на одного Заключенного в тюрьме То есть может быть Больше его на улице держать Так сказать Ну в общем Это трудно Во всяком случае Понять Понять Но Дело в том Потому что все вот эти Гигантские компании Типа Google, Oracle И так далее Они такие запуганные Во-первых Своим Свалившимся на них Богатством Непонятно откуда Во-вторых Когда им показывают Картины С этими бродягами Они сразу же Выдают Огромные пожертвования Вы знаете Что Google Выдал 3 миллиона Обама фонов Так называемых В управлении Обамы бездомным Уже с оплаченной программой Они лежат там На лужайках И беседуют Друг с другом Где Что бесплатно выдают Тем более Что они все Кучкуются Около Сити-Холла У нас Сан-Франциско Того самого Знаменитого Сити-Холла Где был Ньюсом Нынешний Губернатор Мэром И где убили Вот этого Москони И Харви Вот этого Харви Милка Открытого Гомосексуального Супервайзера Вот сейчас там Вокруг Бездомные Кучкуются Потому что Вот в этом Сити-Холле Регулярно Проходят Фестивали Хомлес Коннект Бездомные Объединяетесь Где вы Можете прийти Там выдают Коробки с продуктами Ваучеры Там В поликлинику На душ Врачам И так далее И что Вообще По городу Ходят просто Социальные работники Вид бездомных И предлагают Вот вам это Вот вам то Вот вам зубная паста С пакетами То есть Понимаете Это такой рай Для бездомных Я могу сказать Что Просто иногда Даже Если бы я была Помоложе Я бы в бездомные Пошел Потому что Интересно Как можно Прожить Без копейки денег Вообще Без единого центра Без кредитной карточки В Сан-Франциско Думаю Очень даже Неплохо Можно прожить Мы как-то Ходили С Группой Телевизионщик Из Владивостока Они С дорогими Камерами Там Безумно дорогими Все одеты Были в Армане Они В Америку Приезжали Всегда Очень хорошо Одеты И вот Они попросили Отвезти в столовку Для бездомных Я их взяла Туда Пошла с ними Постояли Мы в очереди На нас Посмотрели Ну Одеты Хорошо Все равно Накормили Там Нормальный Ланч Который бы стоил Аутсайд Там 15-20 долларов Вот Ну Я бы хотела Еще один момент Так сказать Осветить Одна из причин Бездомности Вот Например Вот я хочу сказать Что в России Надо отдать должное Пьяниц Даже самых уже Горьких Опустившихся На улице Не выгоняли Их Все же Держали В семье Протестантская Америка Другая Вот я слушаю Пасторша Есть такая Очень Многомиллионная Аудитория Пасторша Джойс Мейерс Я ее слушаю И она рассказала Что они Ее брата Выгнали Из дома Выставили Потому что Он был наркоманом Они терпели Терпели Лечили Питались Пытались Выставили его Из дома Сказали Что всему Есть предел Человек должен Нести ответственность За свою жизнь Вот это Протестантское Отношение И вероятно Это одна из причин Почему в этой очереди В столовой Для бездомных В основном Белые мужчины Хотя город Китайский В Сан-Франциско 50% населения Китайцы Сегодня Вы знаете Там нет ни одного Китайца В этой очереди Я специально посмотрела Потому что Китайцы У них другая Социальная структура У них Очень сильная Семейная структура И у них Чудовищное Презрение К неработающим Они учат детей Работать с трех лет Я вижу Я живу У меня напротив Китайцев У них дети Моют машины С трех лет Их дети Ходят Из школы Они тут же Идут не домой Они тут же Идут в другую Дополнительную школу Типа Кумона Где они еще Математикой Занимаются До шести часов Вечера И пол седьмого Только родители Оттуда забирают Для того чтобы Накормить И посадить Снова за занятия Никакого шанса У американцев Нет конкурировать В будущем С китайцами Так они Приучены трудиться Но говоря о бездомных Даже китайские Старики Которые ни слова Не говорят по-английски Вы вечером выходите Они по мусорным ящикам Ходят И собирают бутылки Чтобы сдать бутылок На 5 долларов в день Понимаете То есть У них сумасшедшая Рабочая этика Сумасшедшая абсолютно Поэтому китайцев В бездомных Столовых нет У них очень сильная Структура семьи Я видела Как с этим конечно Очень трудно справляться Безумно трудно Потому что У меня В моей близкой семье Там Два старших ребенка Великолепно Выучены Докторские диссертации Компьютеры Все что хотите А младший стал наркоманом И вот Что только они с ним не делали И он болтается Сейчас в этом знаменитом Тендерлойне Где вот находятся Все эти наркоманы И где погиб от наркотиков Если вы помните Такая была знаменитая Писательница Даниэл Стил В общем-то Самая наверное Богатая писательница В Сан-Франциско Она Я помню Уже 20 лет назад Она зарабатывала 87 миллионов в год Ну такая была Еврейская Нищая девочка С пишущей машинкой Которая стала Очень знаменитой писательницей У нее было 9 детей И потом От бедности Миллионерской Она вышла Замуж за миллиардера Вот Нет чтобы кого-то Осчастливить Своими деньгами Но у нее был Один сын Из всех ее Девяти детей Один сын был наркоман И вы знаете Она при нем Держала Девять Вру Она при нем Держала Двух Фельдшеров Которые должны были За ним следить Чтобы он Не перебрал Не уследили Он все равно Умер от передозировки Наркотиков Вот в этом самом Подерлоне У нас в Сан-Франциско Ну К сожалению Все же таки В Сан-Франциско Всю ночь Орут Ночью Вот эти Машины Скорой помощи Потому что Непрерывно Кто-то Найден Передозировкой Кто-то Находится В состоянии Алкогольного Мы уже говорили Этот психиатр Мне объяснил Что Среди бездомных Даже не столько Наркомания Сколько алкоголизм Вот И конечно Там находят Людей Которые В полной Коматозном Состоянии От перебора Алкоголем И Скорую помощь Их по ночам Подбирают И везут Скорую помощь Лечат Их там Приводят С себя Очищают Промывают И все Это опять же За счет Налогоплательщиков Уж они не работают Никаких страховок У них нет А что Вот кстати Стало просто Классической ситуацией Моя подруга С тяжелым гриппом Ночью попала Вот в такое Отделение Скорой помощи Ее не могли Обслужить В течение Четырех часов Она до трех часов Ночи сидела На стуле Ожидая Что к ней Подойдет Врач или медсестра Потому что Везли Вот этих Перепившихся Наркоманов Одного за другим И поскольку Их жизнь Как бы была На грани А она Как бы была Еще Что называется Не умирала То Лечили их В первую очередь Вот это кстати Символ того Что сегодня происходит Сан-Франциско Во всех смыслах Что Занимаются Наркоманами Бездельниками Бездомными Что же делать Вот вы Спросите у меня Что делать В такой ситуации Ну вы знаете Вы будете смеяться Но мы можем вернуться В Советский Союз Меня всегда Американские туристы Спрашивали А почему Собственно говоря Вот в Москве В Ленинграде Нет бездомных Все было очень просто Существовал 209 По канал код Это Да 209 Я хорошо помню Статья О тунеядстве Четыре месяца Ты не работаешь За 101 километр Это в лучшем случае А в худшем случае Еще тебе навешивают срок В трудовой лагерь Ну это там В обычный Так сказать Ссылка обязательно Насколько тебе навесят Вот Бродскому дали Пять лет за тунеядство Как вы помните Смотрите по известным случаям Бродского осудили за тунеядство По этой самой 209 статье Вот Если вы не работаете Пошел вон Ну второе Это то что Слово тунеядцев Это люди Едящие в туне То есть Те кто зря едят Едят и не работают И мы всегда вспоминаем Этот знаменитый Лозунг Кто не работает Тот не ест Поэтому те кто даже В отрезитель попадали Их на следующий день Выгоняли Чистить город Вот Ну Второй вариант Английский король Который Бродяг отправлял В работные дома Ну вот А потом Если их снова На бродяжничестве Там клеймили их А если на бродяжничестве Снова замечен То просто на виселицу Отправляли Но дело в том Что Вот Поощряют Либералы Которые поощряют Развод бездомных Они уничтожают город За это расплачиваются Работающие люди Они лишаются заработка Город Становится грязным Опасным для жизни И коренные жители Которые в нем прожили Многие годы Бегут Потому что Даже хотя они думали Прожить старость Уже в выплаченных домах Они бегут В другие штаты Сегодня Компания Перевозящая мебель Из Калифорнии Просто зарабатывает Сумасшедшие деньги Сан-Франциско Покинуло 89 тысяч человек В этом году Ну это конечно Либеральное Сумасшествие города Республиканцы Отсюда уезжают Вот И Еще один момент Я бы хотела сказать Что Психология людей Которые Вот так вот Бродяжничают Интересно Она была показана В Оскаре Вот сейчас На Оскаре Был фильм Номадс Лэнд С Фрэнсис Макдорманд Вот она играет Такую женщину Которая с места на место Переезжает Вот в этих вагончиках Вот это просто Уже психология Кочующего Кочевника Вот есть люди Которым хочется Переезжать Они не могут Находиться На одном месте Но к нашим Наркоманам Это не относится Она там Как раз Ее героиня Работала И так далее Возвращаясь К будущему Почему все Должны Те у кого еще Города не захвачены Бездомными Должны просто Устраивать скандалы Своих городских Там У своих властей Там В муниципалитетах Чтобы ни в коем случае Они не повторяли Поведение Сан-Франциско Потому что За этим Знаете что за этим следует Я могу вам сказать Следует Детройт За этим За этим следует То что Хотя сегодня Люди покупают Дома как сумасшедшие Чтобы вложить деньги Боясь их обесценивания Но за этим Может последовать Что цены на дома Начнут падать Потому что Люди будут бежать Работающие А покупают Бездомные же дома Не покупают Покупают дома Работающие люди Собственность обесценивается Рабочие места будут То есть бизнесы будут уходить И вот это Ведь город Это не архитектура Это люди Которые там находятся И когда Работающие Моральные Нормальные Здоровые люди Которые рожают Воспитывают детей Замещаются С сумасшедшими Алкоголиками Наркоманами Какая бы Архитектура Красивая не была И вообще Город умирает И вот это Единственное Что я бы советовала Всем Кто не живет Сегодня В городах Вот такого типа Калифорнийских Где из-за Позорной доброты Попустительства И практически Поощрение Вот такого поведения Все рушится Надо просто Чтобы люди В этих городах Протестовали На всех собраниях Как только они Вот чувствуют Что есть Попустительство Попустительство Наркомании Попустительство В родству Попустительство Мелким преступникам Вот это Попустительство Нарушению Закона Оно приводит К тому Что рушится Экономика А за Расрушением Экономики Рушится все Понимаете Потому что Опять же Вспоминаю Мою любимую Писательницу Айн Рэнд И опять же Малолюбимого Карла Маркса Марксистская Теория Говорит что Мораль следует За богатством Ничего подобного Богатство Следует за моралью Разрушается мораль Разрушается богатство Наступает нищета И вот Этим пожалуй Я могла бы закончить То что я говорю Но тем не менее Несмотря на то что Я использовала Сан-Франциско Как пример Того как нельзя жить Я все-таки Вас приглашаю Сюда на экскурсию Потому что Пока что Я экскурсовод В Сан-Франциско И здесь кое-что Много можно Интересного посмотреть Тут потрясающая Винная долина Тут потрясающая Мейервудс Национальный парк Секвойных деревьев С самыми высокими деревьями В мире Тут потрясающий Стэнфордский университет Силиконовой долины Где стоят Все знаменитые компании Которые сегодня создали Все чем отличается 21 века 20-го Здесь великолепный Совершенно Монтеррейский залив На который вышли Испанские исследователи Вы можете узнать В Калифорнии Историю Освоения Калифорнии Я не буду вам Заливать сказки Про то Что прошли проклятые Как многие Опять же Марксистские учебники Сегодня рассказывают Что пришли проклятые Эти самые Завоеватели Испанцы Загубили Вообще Счастливых индейцев Которые прыгали На лужайке Умирая от счастья С утра до вечера Я вам расскажу Все как было На самом деле Так что я хочу Опять же Закончить свой Так сказать Ну будем так говорить Не очень лестный Рассказ О Сан-Франциско Приглашение Все таки приехать Сюда на экскурсию Потому что Это все таки Безумно красивое место Безумно красивая природа И может быть Позор Который на их голову Падет Заставит их Немножко подумать И почистить город Так что господа Пожалуйста приезжайте А для этого Для этого нужно Позвонить по телефону Или зайти на веб-сайт Да Ну вот мой веб-сайт Я уже говорила Это travelart.center T-R-A-V-E-L Точка center Travelart Слово travel Вы знаете Арт это искусство Одним словом Travelart Точка center И так же называется Мой имейл Travelart At Hotmail.com А кроме того У меня еще есть телефон Где лучше оставить месседж 415-566-6308 Большое вам спасибо Я очень рада С вами поговорить До следующей встречи Вам огромное спасибо Татьяна И до следующей встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok